Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать в формат нашего традиционного интерактивного вещания и общения вместе с вами. Мы работаем в прямом эфире, а это значит, что вы можете дозвониться к нам в студию и задавать свои вопросы моим сегодняшним гостям. Напомню номер 440-79-86. Мы принимаем ваши звонки. Ну а прямо сейчас с огромным удовольствием и пиететом представляю вашему вниманию моих гостей. Итак, встречайте, в Ламе художник медитативной живописи. Добро пожаловать в Ламе. Здравствуйте. И удивительный во всех смыслах человек, разносторонний, вот одна из известных лишь мне регалий, Евгений Косевин, основатель клуба игроков финансовых и инвестиционных рынков. Человек творческий в том числе, в общем, с поэтической формой тоже имеет общение во многом. Добро пожаловать. Добрый вечер. Огромное спасибо за визит. В Ламе, вы у нас уже далеко не первый раз, за что вам огромное спасибо. Спасибо. Многие уже привыкли наблюдать в этой студии ваши удивительные картины. Мы повесили на них такой вот ярлык медитативной живописи. Однако он очень узок по сравнению с тем, что выходит из-под вашего пера, из-под вашей кисти. Вообще эстетика изобразительного искусства, именно близкая вам, та, что находит отражение на холстах, какова на сегодняшний день? Что вы поставили для себя основной целью? Основная цель — это проповедование любви, наверное, так это будет сказать, если двумя словами. Потому что я говорю, я отражаю в своих работах энергии любви, добра, радости, благополучия, движения к этому. И люди как бы заражаются этим, в них эти все энергии активизируются, и, в общем-то, мир становится добрее, чище и лучше. — Понятно. То есть, прежде всего, пролить свет. Да, ведь сейчас достаточно много серого, такого не самого приятного взгляда, цвета, вокруг и в настроении, и в том числе. И вы, наверное, здесь во многом совершаете определенный прорыв, и в этом секрет вашей персональной успешности и востребованности на... Ну, в общем, окунемся и в такой мир, на рынке искусства. Ваши персональные выставки собираются множество гостей, и давайте напомним, какие идут сейчас и чего ожидать в перспективе. — Сейчас идет персональная выставка, это галерея на Варшавке, Варшавское шоссе, дом 75, корпус 1. Выставка будет работать до 15 ноября. Там, правда, собралась часть моей коллекции, та, которая не уехала в Александрию. То есть, у меня недавно была персональная выставка в Александрии, поскольку это общество исламское, то туда могли поехать только лишь часть моих работ. — Эстетически выверенные картины. — В общем, да. Но они все эстетически, я думаю, достаточно приятные. Судя по отзывам искусствоведов в том числе. Но вот на Варшавке очень интересная часть моих работ собралась. Именно акцент сделан на взаимоотношения мужчины и женщины, семьи в целом. Я думаю, будет интересно людям посмотреть. — То есть экспонентность на сегодняшний день такова, что как раз понимание, именно то, за чем стремится художник, и признание — это не только сугубо близкое к нашей родине, но всеобъемлющее. Очевидно, добра, любви и света, в общем, не хватает в каждой из частей нашей планеты. И, опять-таки, лишнее подтверждение тому в вашей многогранной географии экспозиции. — Да. И мне было очень интересно съездить в Александрию именно с моей выставкой, потому что, в общем-то... — Кстати, я была очень удивлена именно людьми. Казалось бы, мир ислама в моем сознании был очень суровым миром. Я ожидала увидеть суровые лица. Ну, мужчин — это одно, но женщин точно я так ожидала. И когда увидела глаза, светящиеся радостью, светом, улыбки на лицах людей, мне было очень приятно, если честно. Вот это то, что сейчас. Выставка на Варшавке персональная. И 1 декабря, весь декабрь будет проходить персональная выставка «Малый Головин. Дом 10». Это музей графики. С 12 до 10 вечера ворота, двери выставки будут открыты. Я буду там каждый вечер. Так что, в общем-то, смогу людям рассказать сама лично некоторых работах. — То есть будете персонально принимать гостей? Если уж это музей графики, значит, рядом с дюрером будет и в ламе. Согласен, спорить не возьму. Евгений, ну не могу обойти своем внимании. Ваше присутствие здесь какая-то уникальная жила вас связывает с в ламе. Вот на эту картину вы ссылались, на канону эфира. Что это такое? В чем подоплека ваши взаимоотношения? — Да, я гость. Спасибо большое. И спасибо в ламе, что пригласили. Я, наверное, прошу в ламе рассказать. Сам я занимаюсь деловой деятельностью в Москве, в Лондоне и другими проектами, также связанными с ветеранами и тому подобное. Но мое знакомство с вами было необычным. И вот прошу тебя, пожалуйста, скажите. — Расскажите, конечно, воник. — Да, мне позвонила одна моя знакомая, с которой мы, в общем-то, тоже познакомились на открытии моей персональной выставки в Цедри. Вот. И говорит, я вот хочу тебя познакомить с Евгением Косевиным. Зайди на его сайты. И на один сайт — это вот «Кефир», клуб деловой. И второй сайт, где Евгений выложил свое творчество как поэта. Я зашла сначала на один сайт, он такой жесткий достаточно, деловой. Вот. И потом зашла на сайт, где вот именно Евгений, я прочла стихи, которые создал Евгений. Они настолько теплые, нежные. И, в общем-то, вы знаете, вот может быть этот контраст. Вот потом вот эти стихи, это вот именно муза, вот она сейчас нашла отражение в работе здесь, да? Вот какой-то порыв, вдохновение. Вот эта работа была написана буквально за два вечера. И когда я на нее смотрела, работа называется «Планета любви». И получается что? Что наш мир дуален, да? То есть двойственен. С одной стороны ночь, с другой стороны день. С одной стороны зима, с другой стороны лето. С другой стороны темное, с другой светлое. Мужчина, женщина. Они вроде бы как разъединены, но при этом они объединены. И объединены они здесь, планетой любви. Вот. В общем-то, вот эта картина создалась именно отталкиваясь от моего знакомства, хоть и заочного, с Евгением. После этого я ему написала на сайте. Во-первых, выразила восторг его стихами, потому что действительно, на мой взгляд, стихи гениальны. Вот. А потом, буквально через пару дней, я ему отправила уже фотографию этой работы, поскольку она действительно очень быстро создалась. То есть можно говорить о том, что вы люди близкие по духу, братья по творческому оружию. Но, Евгений, я так понимаю, что сращение, в общем-то, экономической подоплеки и прорыв именно в творчестве вам наверняка необходим. Как успешному игроку, допустим, на тех же инвестиционных рынках, вы, может быть, еще не венчурный, но тем не менее рискуете, а здесь наверняка ищите определенную отдушину. Почему именно творчество в ламе приковало, в ваш взгляд, после знакомств? Ведь можно было выбрать многих ангажированных художников и, в общем, ни в чем себе не отказывать в взаимоотношениях. Я вам скажу, что интерес в ламе к моему поэтическому, что ли, моей поэтической стороне, он первый интерес такого творческого человека, подобного в ламе. То есть я, в принципе, держал по разные стороны свою деловую деятельность и свою творческую. Они не соприкасались, хотя идеи как-то предложить деловому сообществу проявить свои творческие начала у меня были уже. Я их, может быть, даже когда-нибудь осуществлю. Но когда в ламе прислала, во-первых, отозвалась о моем творчестве, естественно, любому творцу приятно, когда его хвалят или хотя бы узнают его в произведениях, тем более, если человек творческий. И когда в ламе мне прислала картину, я просто был покорен содержанием, плюс я сам собака по гороскопу и обожаю собак. Еще, к тому же, увидев собаку, лабрадора, подобную собаку на картине, я должен был знакомиться. Подозреваю, что Бакс-то вы тоже любите, ввиду того, что та же яркость красок и любовь к собакам в основном его одиняет. Понимаю, то есть, по большому счету, да, это именно как раз для вас стало прецедентом, да, сращение собственных интересов, творческих изысканий. И вот та самая отдушина в картинах в ламе во многом подсказала вам направление совместной деятельности. Уж коль скоро вы нашли контакт в ламе. Расскажите, проекты, курируемые вами, а таковых немало, вы, в общем-то, постоянно созидаете какие-то направления. Могут ли найти отражение вот сквозь поэтическое дарование нашего гостя Евгения Кассивина? Какая-то совместная деятельность планируется в ближайшее время? Вы знаете, дело в том, что события очень быстро в наших взаимоотношениях так развиваются. Мы познакомились буквально, картина создана 0-1-10, то есть 1 октября всего месяц. Лично мы познакомились буквально совершенно недавно, на прошлой неделе. Поэтому о совместных проектах пока, наверное, рано говорить. Но можно уже строить прогнозы. Мы уже сегодня обсудили, по-моему, возможности. Вот Евгений сегодня уже возможность предложил подсоединение. То есть готовы инсталлировать? То есть, да, так как я опять же скажу, что после обозрения картины, когда Лави мне написала, я сказал, что как так? Я вообще человек, который жаждет творчества, вернее, вдохновения и ищет его иногда. Внезапно стал причиной написания картины. То есть это очень такое необычное состояние. Для каждого из вас это было прежде всего открытие и откровение какое-то душевное. Давайте перевернемся на несколько минут, дорогие друзья. 440-79-86. Мы вернемся в эту студию через несколько минут. Вслед за видеоматериалом от наших корреспондентов. Дмитрий Сузюмов всерьез занялся живописью 10 лет назад. Решил пойти по стопам отца и окончил Государственный специализированный институт искусств. Показать свои последние работы в клубе «Крылатский орнамент» ему предложил как раз бывший однокашник и хороший друг Юрий Гаврин. Дмитрий с радостью согласился поучаствовать в выставке. Недавно был в Старочеркасске, поработал там с группой местных художников, называется «Мишкинские бугры». Как-то хотелось что-то свеженькое показать с каждым годом, но каждый раз как-то меняется и стиль, хочется по-разному передать. К сожалению, Юрий Гаврин на открытие экспозиции приехать не смог. У него детский церебральный паралич, и преодоление даже небольших расстояний ему дается непросто. Но, несмотря на диагноз, Юрий сумел реализовать свой талант и стать выдающимся художником. Особенности творчества Гаврина, наверное, такая термотичность. И композиционно, и с точки зрения палитры, есть напряжение, есть драматизм. Какое-то время Юрий даже работал в детской художественной школе и преподавал своим ученикам не только уроки изобразительного искусства, но и мужества, а также уверенности в себе. Человеку, которому трудно сделать движение любое, трудно сказать даже слово, он с трудом добирался до своей службы, и все-таки он работал. Еще один участник экспозиции – бывшая коллега Гаврина по художественной школе Валерия Лавриненко. Она увлекается декоративно-прикладным искусством. Ее рамочки, зеркала и украшения выполнены в приятных теплых тонах и дополняют натюрморты и пейзажи товарищей по художественному ремеслу. Дорогие друзья, с огромным удовольствием листаю предоставленную моими гостями книгу. Это целый альбом, удивительно изданный, я надеюсь, большим тиражом. Напомню, что в этой студии на мои вопросы сегодня отвечает в Ламе художник медитативной живописи, человек всеобъемлющего таланта, и Евгений Косевин – поэт и также талантливый во всем человек, в том числе и в финансовой сфере приложения собственного таланта. Наверное, имеет смысл рассказать об определенных проектах. Вот вы обмолвились, да, что курируете определенную деятельность. Расскажите о ней подробнее в Ламе. Что для себя ставите задачи и целей на перспективу? Вы знаете, буквально недавно я совместно с подругой организовала международный клуб искусств творчества народов мира, ТНМ сокращенно. Целью этого клуба является, мы хотим сплотить вокруг себя деятелей искусства, которые посредством своего творчества несут идеи добра, любви, мира и гармонии. Поскольку подрастающие поколения, да и люди, в общем-то, которые живут в наших городах, смотрят произведения искусства, фильмы, скульптуры и так далее, проникаются духом, которым проникнуты произведения искусства, и потом это подсознательно воплощают в жизнь свою. И, может быть, поэтому мы видим кучу несчастных судеб. Поэтому я сейчас привлекаю внимание творческих людей, ребята, давайте создавать добро, давайте нести добро, радость, комфорт, уют, любовь своими работами, чтобы будущие поколения могли быть счастливыми. То есть вы сознательно не навязываете никаких стереотипов, да? Человек вправе выбрать сам, вот опять-таки ваш проект, многофактурный, многонациональный, он призван раскрыть максимально палитру, наверное, вам близко из терминологии, того, что человек может себе в ближайшее время предложить. Вот Евгению многое понравилось, да, в частности, вот, например, собак. То есть мы всегда ищем что-то свое в ваших картинах, и это, наверное, на сегодняшний день самое необходимое. Давайте по части вопросов, вот таких выгодных каждому автору пройдемся. У вас много поклонников и много картиноприобретателей. Я не навязываю именно плейлист, чтобы вы мне озвучили, но хотя вот многие предпочитают из ваших коллег рассказать, что вот мои картины здесь висят, мои картины там висят. Планируете ли вы расширять пул ваших поклонников и последователей с точки зрения творческого понимания? И, в общем-то, кто эти люди, преимущественно, женщины, мужчины, представители бизнеса, культурные элиты? Дело в том, что изначально моей целью не было писать работы, да и сейчас не является целью писать работы для продажи. Но это худшее, что может быть художником человеком. Наверное, я согласна, и мои друзья сейчас меня в этом тщательно переубеждают. Держитесь. Я пишу работы для того, чтобы нести тепло и радость и добро людям. Кто моя публика? В общем-то, все. Начиная от детишек, вот буквально на выставке ко мне подходила девочка 10 лет, она написала даже отзыв в моей книге и сказала, что я, можно, сфотографирую вашу работу, я учусь рисовать батик, я хочу перенести вашу работу на батик. И стоя перед моей работой «Ангел», она мне столько теплых слов сказала, что, в общем-то, мне было действительно очень приятно, я была потрясена тем, что она это чувствует. Также покупателями моих работ являются люди и из правительственных, и из финансовых кругов. Мне кажется, это важно говорить, художников в том числе, потому что люди, которые предпочитают определенный вид творчества, избравшие его для себя, в общем, отчасти себя характеризуют. И вот я лично готов доверяться человеку, который предпочитает именно вашу творчество, но оно мне и по сути тоже импонирует. Ну, равно как и вы теперь, я и Евгений, потому что вы, в общем, адепт практически медитативной живописи. А для вас, Вламе, кто является, ну, таким, скажем так, фундаментальным художником, близким вам по духу? То, что Ван Гог, я смотрю, тут экспрессионизм. Смотрите, вот это практически советская архитектура, да, Мухина. Что в искусстве вы для себя предпочитаете? Дело в том, что я не стремлюсь подражать каким-то художникам. Безусловно, это мне не входит. Дело в том, что через меня пишут, как я говорю, какие-то некие более высшие энергии. Я просто вожу рукой и отражаю то, что, в общем-то, идет сверху, да. Но что касаемо тех художников, которые заложили фундамент в мое сознание как художника, начиная с двух лет, я смотрела репродукции Рембрандта, Рубенса и Айвазовского многими-многими часами. То есть вот эти три имени для меня являются фундаментом. Хотя далеко в моих работах их не прослеживается. Ну, понятно. Ну, тут Мунг тоже сродни, в общем, какая-то картина, в общем, похожа. По колористическому решению. Евгений, ну вы вот в конъюнктуре рынка творческого труда весьма неплохо ориентируетесь. Поговорим о том, насколько конкурентно способно представленное здесь искусство вообще в целом по миру. Ну, так, видение вас как профессионала с точки зрения экономики сразу после сюжета. Дорогие друзья, 440-79-86. Вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь с нами. Фестиваль детского современного искусства «Солнце Галия» проходит уже в седьмой раз. И, как обычно, он собрал под крышей художественной школы десятки юных талантов. К ежегодному творческому конкурсу ребята готовятся и с нетерпением его ждут. В этот раз больше половины участников – художники от 7 до 10 лет. По словам педагогов, несмотря на нежный возраст, дети мастерски владеют кистью и красками. Может быть, там нет техники, но там есть душа. Может быть, там нет, допустим, знаний каких-то художественных, да, но там есть замечательное видение цвета, например, природное видение цвета. Поэтому разные ребятишки приходят. Нарисуй, как хорош, край, в котором ты живешь. Так называется самый главный творческий конкурс. За два часа детворе предстоит выразить свой взгляд на окружающий мир в одной единственной картине. Среди конкурсантов немало учащихся художественной школы «Солнцево». Всего здесь учатся 550 начинающих живописцев, графиков и скульпторов. В этом году порог школы переступили более ста первоклассников. Одни, конечно, такие веселые, бегают, прыгают. Приходится их постоянно прижимать к стулу. А другие сразу же берутся за работу, рисуют с удовольствием. Педагоги убеждены, рисование и лепка развивают у ребенка фантазию. Учат его доводить начатое дело до конца и не боятся совершать ошибки. В этом с ними солидарные родители. Это развитие как умственного, так и духовного. Дети должны заниматься. И чем больше, тем лучше. И чтобы занятия были разнообразные. Я считаю, что ребенок должен повышать свою как культурную, так и физическую нагрузку. Данила и Настя – первоклассники. Участие в конкурсе для них – дело новое. А вот живопись нет. Ребята учатся в художественной школе уже второй год. Занимались в подготовительном классе. Планы у юных дарований грандиозные. Стать великими художниками. Чтобы научиться рисовать. И чтобы жить продолжалось. Чтобы знал много. Потом продавал, чтобы ко мне на семью, когда выйду, вырасту. Чтобы все было у меня хорошо. Чтобы стать художником, хорошо рисовать. И чтобы в тебе было не только работы, но еще и особенности. За последние 8 лет в художественной школе сложился крепкий педагогический коллектив, усилиями которого удается успешно подготовить выпускников к поступлению в лучшие творческие вузы страны. Те, кто сейчас только учатся правильно держать кисть, возможно, сделают свой вклад в историю русской живописи и скульптуры. Елена Кузьмина, Андрей Граль, телевидение Западного округа. Итак, дорогие друзья, продолжаем формат нашего интерактивного общения в этой студии. В том числе и вместе с вами. 440, 79, 86. Я напоминаю, что принимаю в этой студии я художницу медитативной живописи в Ламе и человека талантливого, разностороннего Евгения Кассивина. Евгений, итак мы хотели поговорить об экономической составляющей, об инвестиционной привлекательности. Опять-таки, на ваш субъективный абсолютно взгляд, не привязываясь ни к чему, той живописи, которая сейчас в этой студии и авторство которой принадлежит в Ламе. Вы человек опытный в сфере искусства, по крайней мере, в общем, на это я в праве рассчитывать. Расскажите, многим ли отличаются эти картины в выгодную сторону от того, что сейчас, в общем, в избытке, в том числе и в Лондоне, и на отечественном рынке? Совершенно, совершенно вы правы. То есть, те картины, которые я уже видел, пусть даже не в оригинале, но вот в таких изданиях, и картина уже написанная здесь, которую вы видите, они отличаются от этих тенденций живописи, существующих, в первую очередь, своим откровением, своей искренностью. По поводу экономической стороны, в общем, на выставках, в ателье, студиях и так далее. Живопись, естественно, она пользуется успехом, как правило, у известных художников. Для художников молодого, я имею в виду поколение, те художники, которые творят не ради продажи, естественно, а ради творчества. Всегда, это во все века была сложность. То есть, картины покупались только меценатами или теми, кто персонально отождествлял себя с творчеством этого художника. Поэтому, мне кажется, что если в Ламе предоставить и преподнести, правильно преподнести ее, капитала имущим, да, или таким потенциальным меценатам искусства, то в Ламе будет пользоваться успехом. Плюс, как вы уже говорили, если у нас вместе со в Ламе что-то получится на творческом, как творческий тендем, мне кажется, это придаст творчеству в Ламе еще одну такую весомость, еще одну грань, посредством которой этот художник, великолепный художник, красивый художник, найдет своих поклонников с точки зрения меценатства. Но я знаю уже в Ламе, она, как говорится, ее это не очень так заботит. Ну, может быть, в этом и причина того шарма, который вы разделяете с единомышленниками и те люди, которые сейчас являются потребителями этого жанрового искусства. А, кстати, вот если продолжать пытаться повесить ярлыки на ваше творчество, к какому стилю-то это можно отнести? Что это? Ну, это не сюрф, это что-то большее, да, это больше, чем экспрессионизм традиционный. Вот вы бы как, в какую бы нишу себя определили? К Кандинскому? А ни в какую нишу не буду определять. Это вот только так. На ваше усмотрение. Ни в какую нишу не буду не определять. Не буду. То есть вы... У меня свое правление. Можно отнести вас, да, к жанру-основателю, и я подозреваю, коль скоро, в общем-то, какая-то есть в этом индивидуальность масштабнейшая, да, не шаблонность. Может быть, вы открыватель какого-то нового направления в искусстве, за что вам огромное спасибо от грядущих поколений. Уверен, вы прозвучите в веках, по крайней мере, я за это буду родить, потому что общение с вами в этой студии мне доставляет колоссальное удовольствие. Спасибо. Господа, к сожалению, время подошло к концу. Спасибо. Еще раз раскланиваюсь. Огромное спасибо за визит. И вам, надеюсь, на ваш творческий тандем в ближайшей перспективе. По возможности, хотел бы стать его свидетелем. Спасибо, Евгений. Спасибо. Благодарю. Уважаемые телезрители, я напомню, сегодня в этой студии я с огромным удовольствием принимал в Ламе художницу медитативной живописи, а также Евгения Косеевина, человек талантливого со всех сторон, в том числе и в экономической деятельности. Итак, наш эфир не заканчивается. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...